Братья и сестры, я долго о себе молчал. Кто спросит, им не отвечал. Внутри держал, а в душе терзался. Однажды сам себе сознался, что больше не могу молчать. Решил я людям рассказать о том, как в доме с братом жили. И почему с ним не дружили. У нас всегда была семья. Не оценил ее, а зря. Семья, семья источник вдохновения. Отец давал благословение. Я думал, что всегда так будет. Благословение не убудет. Я старший сын нашей семьи. Отец богат был по земле, его все называли господином. Я не один его был сыном. В семье еще был младший брат. Я за него не очень рад. Отца не слушал, припирался, перед людьми не извинялся. Мне утром рано на работу. Отцу служил даже в субботу. А он ленился, долго спал. А отец ему наследство дал. Вообще не брат был очень трудный. Ну, узнали вы, да? Он сын тот блудный. Да его весь мир тогда узнал, когда наследство промотал. Я думал, что отцу служу, наследство больше заслужу. Отец заметит мое рвение и даст мне больше и менее. Не понимал тогда одно. Наследство мне уже дано. А я все ждал, наступит час, когда отец мне долю даст. Я помню, брат мой уходил, отец его благословил. Дал денег много и сказал, чтобы дома его не забывал. Тогда я подумал, я остался. С братом даже не общался, не прощался. Теперь один у нас наследник, младший брат мне не соперник. Не знал тогда, что я причина. Мне недоступна половина. С друзьями я не веселился. Так ничего не добился. Друзья мне часто говорили, с отцом живешь, а нас забыли. Да тебе ж козленка не дают, чтобы с нами разделить уют. Ребят, ну я отвечал, я жду наследство. Однем я сдал почти что с детства. И деньги отца не брал. Себе наследство собирал. Отец мой очень удивлялся, что жизнью я не наслаждался. Наследство он по праву разделил. На счет нам с братом деньги положил. А брат и слышал, развлекался. Грешил, к отцу не возвращался. Отец стоял все время на дороге и сына ждал. Молился вроде. Несправедливо, думал я, отец не помнил про меня, а про того, кто стыд забыл, о нем он Господа молил. Однажды с поля возвращался. Ну и друг на пути мне повстречался. Сказал, что дома пир горой, твой младший брат пришел домой. В душе раскрыли все иголки. Бежал я, словно гнались в волки. В душе творился произвол. На весь мир тогда был зол. На сердце помню сплошной ад. Где отец? Где мой брат? Я столько лет ему служил, а пир такой не заслужил. Остановился возле дома на пороге. Во внутренний вошел, но не приглашали вроде. Велел слуги отца позвать и начал на него кричать. Отец молчал, не отвечал, потом вдруг тихо так сказал. Твои упреки звук пусту. Я рад, что сын пришел живой. Да, ты работал, мне служил. Но почему как сын не жил? Тебе я что-то не давал? Ты сам добро бое не брал. Сын, все, что мое твое, а брат твой получил свое. Ведь долю он твою не брал, свою лишь только промотал. Бог преподнес ему урок. Хочу, чтоб взял ты это в толк. Ему ведь очень тяжело, не очень в жизни повезло. Ты меньше грязи в жизни видел. Во что его возненавидел? Не стал я слушать до конца, как ненавидел я отца. Но почему он любит брата? Где правда? Да разве это свято? Я столько лет ему служил и ничего не получил. И прежде чем с отцом расстаться, решил во всем я разобраться. Мой брат наследство промотал. Грешил, отца не вспоминал и получил из рук прощение. Вот то было для меня мучение. Ну спуститься что ли мне на дно? Другого вроде не дано. Грешить, блудить, везде гулять, что Бог прощение мог мне дать? Подумал сердце, да бред, не будет Бог это терпеть. Но решил спросить я у отца, за что ты любишь без конца? А он сказал, послушай сын, в семье ты наша не один. Вот почему я очень рад, что в дом вернулся живой брат. Мог сгинуть сын и умереть. Разве я мог это терпеть? И выходил все время на дорогу. И сына ждал, молился Богу. Он мертвый в духе был ожил. Вот что тебе я говорил. А ты во гневе был не рад, что в дом вернулся живой брат. Подумай, сын мой, будет время. Посей в душе ты мира семья. Наследство я по праву разделил. Чем же тебе не угодил? Как за себя мне стало стыдно. Загнет на брата так обидно. Мог все иметь, а я все ждал. Вот брат меня и обогнал. А где ты все мне разрешал? Я сам добро его не брал. Все думал, вот останье час. И встречу счастья я в анфас. Не знал тогда, что время упускаю. И в профиль все свое встречаю. А мог иметь и радость, счастье. Но потерялся в одно счастье. Как мне обидно за людей. Ведь много на земле церквей. Люди ходят на служение. Не берут благословения. Привыкли просто так ходить. Богу без любви служить. Не принимают исцеления. В перцахах нет обновления. Все говорят, Христос страдал. Нам страдания обещал. Так он страдал. Грехи простил. Так почему в грехе ты жил? У нас у всех свое учение. Похоже лишь на мучение. Своим преданием Богу служим. А грешным брату и не нужен. Я же точно так отцу служил. А младший брат с грехом дружил. Но он раскаялся. И вот вся его жизнь послана взлёт. Смирился. Встал он на колени. Готов служить отцу без лени. А я как гордый исполин. Не радуюсь совсем один. Мой грешный брат лицом сияет. Отца всех слуг благословляет. А я глаза не поднимаю. Ничего не понимаю. Ты можешь в церкви много лет. Но если в сердце покаяния нет. Бог скажет. Я не знаю вас. Ты не встречал меня в анпас? Да, на кресте Христос всех спас. Но Бог покаяния ждёт от нас. И мы должны хоть раз склониться. Искренне. Со слезами помолиться. Я же точно так отцу служил. Работой в поле дорожил. В душе я ненавидел брата. И в мою жизнь пришла расплата. Кто в жизни брата ненавидит. Поверьте Богу он не видит. Ты без любви служить не можешь. Как без любви людям поможешь? Вопросы? Вопросы. И нет ответа. Как я корю себя за это? Я думал я не виноват. А грешник это младший брат. Я грех в себе возненавидел. За что я брата так обидел? Он покаяния не стыдился. А я в покаянии скрылся. Хочу сказать нам нужен Бог. Пока не наступил последний вздох. Успеть должны мы примириться. И не стыдно будет помолиться. И грешнику ты будешь рад. После молитвы он твой брат. Когда спасается один. Как род на небе господин. Я помню перед Господом склонился. И искренне так раз в жизни помолился. И после молитвы я так был рад. Что другом стал мой младший брат.